В этой презентации я хотел, честно говоря, несколько моментов выделить, скажем так, со словом надежды обратиться к вам. Мне по роду общественных деятельностей приходится много по России мотаться, и я вижу, что люди, которые не всегда обращаются за помощью, попрашиваются здесь к профессионалам, раз за разом шумно садятся в лужу. Поэтому какое-то небольшое количество кейсов я бы хотел вместе с вами вспомнить. Так, это я пропущу, это быстроты, времени. Здесь по итогам последних полутора лет своих разведок по стране я собрал самые нелепые, выражаясь с эндом языком, отмазки, которые используют наши коллеги в областных кабинетах. И ничему их жизнь и происходящие тридцать ситуации не учат. Они создают рабочие группы, пишут дорожные карты, и ситуацию держат на контроле. Рассказывать о своей работе они тоже не умеют. Представляют анализ исходной ситуации, не сидят сложа руки, ищут комплексный подход и продолжают создавать дорожные карты. В то время, как совершенно справедливо сказал Марат, жизнь совершенно иная. Социальные сети заполняют весь тот вакуум информационный, в котором люди постоянно пытаются делаться общими, бессмысленными фразами. Ну и третий слайд на эту тему. Они проговаривают, пишут справки, прорабатывают, пытаются осмыслить и регистрируют обращения. И почему это приводит, я чуть дальше расскажу. Вот я хотел несколько региональных кейсов обсудить. Понятно, они не связаны с выборами, они связаны с тем, что людям на местах крайне нужна помощь профессионалов. Ещё я, собственно, и сказал. Да, Саратов ужасная трагедия с девочкой, которую убил маньяка-педофила из-за того, что она короткой дорогой пошла в школу мимо гаражей. К чему это привело, как отреагировала городская власть, как муниципальные власти на это отреагировали. Они образовали, во-первых, специальную рабочую группу, как я и сказал ранее на слайдах, которая должна была создать дорожную карту, она с этим справилась. И в этой дорожной карте, за счет, были созданы правила, решили запретить детям отклоняться от маршрута в школу. Единственное, уперлись, пока не понимают, как наказывать детей или родителей, которые будут это нарушать. Нарвались, естественно, на, мягко говоря, стек по этому поводу. При том, что, в принципе, посыл верный, потому что практически все маршруты короткие в школах Саратова лежат на каких-то помоек, заброшенных домах и так далее. Но, поскольку все сделано в лучших, в кавычках, советских традициях, комитет запретить, не отклоняться, кто отклонился вызвать на ковер с родителями и так далее, в общем, вся эта идея не зашла. Так же, как она и не зашла в схожем регионе, то есть, в геррии про Саратов, это Самара. Толковые люди нормальные, там, в принципе, занимаются у Азарова пиаром, но не смогли совладать со своим департаментом образования, который официальный приказ издал и запалился с какой-то прекрасной бумагой, в которой запретили, там, да, с 1 ноября, иметь правительство с генчатами во всех вражеских преступных мессенджерах, пользоваться всем. И, так сказать, предписал всем перейти на там-там только, исключительно. Но, как бы, одно непреложное правило, ну зачем оставлять письменные следы своего, так сказать, не очень, может быть, мудрого поведения. В итоге, и эта история, непроработанная, привела к Стёбу. Ну, я понимаю примерно, о чём они там потом собрали, уже после того, как их обгадывала вся страна, собрали брифинг, на котором стали объяснять, что вот там они читали, слышали, что защита дополнительная, вытекают персональные данные, вы хотели как лучше, но не поработав с общественным мнением, они привели к тому, что превратились в посмешище. Ну, история про забред курения на балконах, это вообще классика. То есть, авторы этой инициативы хрипанули, даже получив стихотворение от Шнурова. И только после этого, осознав масштаб в детстве, стали объяснять, что оказывается, не курить на... Не штрафовать будут за курение на балконе, а штрафовать только за то курение, после которого будет пожар. Но кто и мешал это сделать раньше, непонятно совершенно. Здесь тоже два, так сказать, моих любимых момента. Здесь пиар и качественная, в кавычках, работа коллег-журналистов. Ну, я начну справа, да, это же всё-таки классика. Потому что в метро Москвы, да, запустили поезд «Россия, устремлённая вперёд», который бегает по кольцевой. Правильно, с такими друзьями ничего особо-то и не нужно, при этом... Конечно. Но, как для такого папы, с Михаилом Плате, я должен сказать, естественно, первым это подхватили своеобразно настроенный, но профессиональный, конечно, РБК. Но, тем не менее, они это со смаком взяли. Потому что проработали пиарщики метрополитена, душу вложили в этот проект. Они же как лучше хотели, ведь «Россия, устремлённая в будущее». Поезд-то сделали, но может было не пускать его по кольцевой. Нет. Это же всё, ну, присутствующие здесь зрелые специалисты, уважаемые, прекрасно знают классический монолог Аркадия Сахаревича. То есть, так пугается, да нет претензий никаких поезд, красивый, раскрашен, всё сделан. Но, в целом, костюмчик подкачал. С другой стороны, он подкачивает, в принципе, у журналистов, в том числе у федеральных каналах, потому что я здесь написал, как мягко, да? Когда ты работаешь без души, до галочки или на соответствующий глагол, который кончается на мягких знак, то получаются вот такие шедевры, да, о том, как гостями в московском хосписе стали участники программы «Кадрового резерва». Ну и, конечно, там ещё про «Тережку радости», то есть традиционные акции «Тережка радости». То есть участники «Кадрового резерва», которые катят «Тережку радости» в хосписе, вот и всё, да? Но при этом, это же ведь пиар-акция, то есть, знаете, одни же люди придумывали, другие дословно передали. Но мне бы хотелось посмотреть на работу мозгового штаба, да, у пациентов, которые взяли. А давайте участников «Кадрового резерва» куда-нибудь отправим. Куда? В хоспис. А что будут делать? «Тережку радости» катить. И они это всё организуют, естественно, приезжают камеры, всё это выдают. И мне кажется, вот несколько сюжетов, если подряд в одной программе, «Тережка радости» в хосписе, «Кадровый резерв», «Россия бежит вперёд». И получается, вот картинка «Саваня» написана. Такое чувство, что в каждой позитивной программе нужно иметь такого позиционера. И всё время его спрашивают, тут мы сделали так, «Ты сможешь это обозрать?» Могу. А сейчас? Могу, а сейчас? А уже не могу. А вот так и кажется. Честная идея. Я прошу записать это в протокол. Здесь из первого пункта мы выразили поддержку Дональдом. И по итогам этого, значит, попросим президента Араба передать нам соответствующие материалы. Тоже ему можно. Но, кстати, последнее письмо на шести страницах, которое он написал на Эси Пелосе, в целом такое. Спустя многие годы история вас проклянёт и так далее. А я даже не знаю, что сказать. Мне кажется, всё понятно. Особенно важно говорить, что здесь находится на стенах общественной палаты, руководителем которой в предыдущем созыве был человек, представленный фотографией. Но ведь, что характерно, возвращаясь к вашей представительной идее, про тексты, может, говорить. Потому что, казалось бы, Бричалов – прекрасный пиарщик. Многие помнят и знают, что, если я ничего не путаю, то Пейс Бостровским работал на... Когда я избирал его, по-моему, там эти видеоролики, там, когда он властинок бегает и всё такое. Всё было задорно. Но, видимо, усталость какая-то ступила. То есть, нету жилья компании избирательной. Поэтому... Эта фотография была сделана при мне в корпоративной университете Сбербанка. А это вообще из... Где был Кунтов в этот момент? Я был... Я был... Размещали? Нет, Бричалов начался с лидерами России. Ну, там, убедите его. Ну, фотография – да, вот, пожалуйста. Алексей, вы перемещали фотографа, чтобы был нужный кадр, да? То есть, он стоял, подходит, и сам президент Трамп говорит, «Ты чуть-чуть сместись, тут лучше будет». Я тебе как профессионал говорю. И действительно, как профессионал, получилось-то хорошо. Задачи, может, другие были. Проблема даже не то, что его кто-то так согласил. Вот что значит... Он выложил сам. Не был подписан соответствующий контракт там, да? Он сам выложил. Ну, это же прекрасно. Я уже работаю. Значит, мы спасли Дональда Трампа, выразили поддержку, обсудили и поддержали в общественной палате необходимость Бричалова обратиться к Кунтову за помощью. Так они уже работают. Удмуртии. Ну, это старинная, даже прекрасная вещь, которая переползает из года в год. Это же Пенза. И повод хороший. 16-й год, 55 лет. С момента полета человека. Первого. 55 лет. Значит, чтобы понимать глубину глубин, эта картинка гуляет по интернету, и в этом году она вызвала существенные потрясения в Кемерово. Но другого плана. Там блогер эту картинку разместил, после чего к нему пришли товарищи в погонах и пытались его закрыть за пропаганду экстремизма. Да, ему было не так смешно, потому что дело закрыли только уже в суде за отсутствие, конечно, там событий состава. Но вот промежуток между приходом и, значит, судом он был такой тревожный, да? Но ведь из лучших погрузений тоже я даже специально сверху снимали, и все. Надеюсь, что я вижу. Я не стал включать, но мы это обсуждали в словах, безусловно. Конечно, куда же без этого меняемся. Я не стал сюда включать другую картинку, которая должна быть знакома большинству присутствующих здесь. Это задник, когда проводятся дебаты. Многие со знанием дела закивали головой, потому что правильно выставить задник многим не удавалось. На телевизионной картинке и на фото всегда надпись обрезается. Здесь все-таки уважаемые люди, прилично я ее сталкиваться. Из свежего, конечно, история про ветеринаров. История про ветеринаров в Орле, которую не смогли нормально даже отыграть. Потому что, ну, на самом деле, действительно, там какой-то ляп и тупость на уровне исполнителей по линии управления по делам молодежи Орловской области и какого-то рекламного агентства, где дизайнера, где там какая-то замена, как он говорит, слово ветераны, поменяли на ветеринары. Кто-то это подписал не глядя, все это опубликовали. Но здесь, конечно, претензии Орловскому губернатору, который мог бы там как-то на этом разобраться, кого-нибудь там казнить публично, что-то сделать. В общем, было бы неплохо. Кстати, Александр, прошу прощения, обратите внимание на саму картинку. Волонтеры заботятся о ветеране именно 9 мая, когда он нажил все ордена и медали. А вот в обычной жизни таких фотографий было. Совершенно верно. Ну, то есть, здесь это, как бы, как-то даже не лидеринар. Это из сердца лябов, да. Но при этом проблема, вот, меня вот бесит, что никто не хочет обратить этот минус в плюс. То есть, как бы, ну и... А извиняться пришлось нашей бывшей коллеге в общественной палате Ольге Амельченко, которая выговоряет волонтеров Победы, о том, что Итуар сказал, что мы здесь ни при чем, а действительно ни при чем. Причем исполнители вот на уровне региона, которые все это делают. Это такая же, кстати, творческое развитие ветеринаров, потому что идет просто хай, да, социальный человек. Все обсуждают эти стрелки. Ну, не пошел дальше в народ вот этот вот логотип, который справа, потому что здесь смогли остановиться вовремя. Потому что я думаю, что сначала дизайнеры немножко наложили в штаны, когда поняли, что стрелки, так сказать, победные не туда направлены. И группа товарищей переделала логотипы, видите, справа. После этого он стал, то есть они стрелки развернули туда, куда надо. Ну, да, поэтому я так понимаю, что мучительный выбор, да ладно, уже пусть остается, тем более вся продукция отпечатана. Мы же можем посмотреть в социальных сетях, куча коллег и журналистов, в полном смысле слова, завтра идут на пресс-конференцию. И им всем уже с следующего дня выдают наборы. Подарочные с этим логотипом. Я прошу прощения. Но здесь хотя бы это не наш. Коллега из ближнего... Как же считается? СНГ, что-то, да? Ну и все. Главное, что все идет в разочной концепции, я художник, я так вижу. Потому что, ну, ты же сказал, да, думаю, будет прикольно. Но в целом, только история покажет, рассудит. Но депутатские конфеты, в целом, видимо, резинцы все-таки. Но при этом есть же и неплохие примеры, да? Вот где там, я видел, Сергей Старовой как тут же, да? Вы же здесь встречались с прекрасным. Я в этот раз не смысл. С Верн, это не виноватся. А, да, прекрасный мэр, подтвержден. Абсолютно, да. Я поэтому в рамках концепции, как научили великие люди, написал про новую искренность. Но, объективно, вот если начать с конца, вернее, посередине, там, этот мой пост, он же действительно очень остроумно, можно это найти, на ютюбе приглашал на свою пресс-конференцию. С очень смешным видеорядом, там, я предложил жарить шашлыки, там, сзади, значит, там, жарят потом не в горы, и так далее, активно присмотреться. И это тот редкий случай, когда человек, который вот официально, он всегда в Инстаграме пишет вот разные тексты, он пользуется колоссальной вообще популярностью у народа. Но, это вот редкий случай, когда, так сказать, все как соответствует. Ну, плюс ко всему, он боевой офицер, герой России, и, то есть, он пишет так, как бывает в Северусе, он ее делал сам. Александр, я, как бывший майор, не могу не сказать, что есть такая шутка. Я тогда спрашиваю, сколько языков, значит, если три русские, командные и матерные. Я ему говорю, нет, два, потому что командные и матерные – это одно и душе. Так вот, то, что дозволено военным, то не дозволено какой-нибудь крупкой девушке, поэтому, кто там у нас материл коммунальщиков из мэров, грянщиков? Слушайте, сегодня такой уникальный день, потому что материла у Варкина, мэр Литеска, она тоже выходит из общественной палаты. А если же на то пошло, то и Ольга Амельченкова, она сложила полномочия из общественной палаты, выходит в балансоров победы, но про и перчалов тоже разработчики. То есть, у нас кадр отличный, яркий и все. Но, справедливости ради, надо все-таки защитить меня у Варкина и сказать, что эта знаменитая запись, все-таки, мы их понимаем, это из внутреннего чата. То есть, она, по сути, отправила это видео своим сотрудникам. А они, часть, потому что это прежняя команда, это все прибросили. Потом, другое дело, что надо было как-то ей отработать, это ситуация в пабрике, а за нее это стали делать, разъясняя, что и подрядчики не ее. Вот эти все. То есть, она материла для своих сотрудников каких-то там козлов, которые, значит, не выполнили работы в срок. Ну, тоже новая искренность, в принципе, полномочия. А, ну, это тоже две, в общем, знаменитые истории про тяжелую, нервную, ответственную работу как пиарщиков, так и СММщиков. Потому что слева это знаменитая переписка пресс-секретаря одного из губернаторов со своим шефом. Только по ошибке вместо шефа отправлено сообщение было непосредственно журналисту РБК. И сейчас очень удобно все валит на Т9, как мы выяснили, да? То есть, в Орловской области ветераны превратились в ветеринаров, а в случае с перепиской журналистом, значит, «Нах шлем, да?» Это, значит, Т9, который исправил что-то другое. Видимо, там, прошли что-то. Так себе, спасибо. Ну, а тяжелая работа, значит, СММщика, она видна в официальном твиттере главы Татарстана. Ну, что это значит? Ну, вот так вот бывает. Поэтому то, о чем говорил Марат, бдительность, невозможно ничего. То есть, но это я уже не стал здесь приводить один из своих любимых слайдов про россияну. Про россияну, который является предсекдарем Минобороны. И когда девушка молодая привлекательная пилит в ванной селфи, нет, это не ванная, в спальне, ну, не важно вообще. Просто забыл поменять аккаунты. И сториз с россияной, которая вышла в аккаунте Министерства обороны, не было ашмамики, не успел. В общем, да. Это был серьезный и я. Ну, и... Можно ли как-нибудь такие неудобные ситуации перевести в свою пользу и получить запомнение? Конечно, можно. Я-то не грущу из-за того, что никто этого не хочет делать. То есть, единственный человек, это вот наш любимец, мэр Невинномыска, который... Просто вот с самого начала он такой. И поэтому от того, что у него там чуть не мат идет в инстаграме, исходящий от него, воспринимается нормально, потому что он мужик наш, там вот он такой и есть. Мы же, взяли, вот... Мэр Липецка, кто ей мешал самой все это объяснить? То, что сейчас мы за нее объясняем. Ну, запиши ты тот же видеоролик, как это практикует товарищ Селецкий, там, на пробежке, например, и выложи, объясни, не хочет, не может, не подсказали, боится. Потому что начинается этот вот хай, связанный с тем, что ну как же, женщина, такой мать! Она же мать! И, кстати говоря, у нее много детей, 6, думаю, она довольно ответственная. Молодец. Самое главное, чтобы потом люди расходились, если не счастливыми, то хотя бы не хмурыми улыбающимися. Я позволю, так сказать, 30 секунд. В прошлом году у меня был капитан на выборах в Городательное собрание, и его на каждой встрече, так сказать, спрашивали, что вы думаете по поводу пенсионной реформы? Естественно, он был от Единой России. Он говорил, ну да, необходима пенсионная реформа, она непродумана, она сырая. Но у меня было два предложения. Одно было такое, конечно, интересно, но люди непонятно, чтобы не увольняли сотрудников предпенсионного возраста, чтобы за каждого такого сотрудника давали такие же нового льготы, как за инвалидов. А второе, то есть я ввел в предложение, чтобы родителям за каждого ребенка снижали возраст выхода на пенсию на один год. Еще и матери, и отцу. Но, естественно, нарывался на вопрос, а у вас сколько детей? Четверо. То есть вы выйдете вместе с вашей женой на четыре года раньше на пенсию. Нет. Это вторая жена. У меня от первой жены двое деки, и от второй. Поэтому я выйду на четыре года раньше на пенсию, а они на два. И все начинали смеяться. И вот на этой позитивной ноте все заговорили про то, что он голосовал за пенсионную реформу, за все остальное. И если не счастливые, то веселые. Расходились. История, опять-таки, с моим выпуском еще раз подтверждает то, о чем говорил Марат. Мы все про таких голбаков, что ты вообще ничего себе не можешь позволить.